Руслан, привет! Сегодня встречались не с самым успешным соперником в дивизионе. Расскажи, как тебе игра и на что вы рассчитывали? О чем думали перед стартом? Ну, в принципе, игра, конечно, легкая была, но спасибо ребятам. Все равно с нами играли, сопротивлялись. Да и даже нам больше забили, чем мы планировали от них пропустить. А сколько планировали пропустить? Ну, думали, не выпустить из 30-ти. Ну, так. Это, конечно, в шутку все было, но тем не менее. Ну, не вышло. Ну, тем не менее, еще раз спасибо ребятам, что... Такие команды тоже нужны, чтобы в свое удовольствие бегали. Ну, и тебе игра понравилась, я так понимаю? Ну, не очень. Мы немножко на расслабоне были. Ну, как есть. У нас главная игра через две недели со Сморгонью. Будем активно готовиться к ней. Это часть подготовки. Ты уже смотрел, как Сморгоний играет? Как тебе? Ну, быстрая молодая команда. Будем думать, какие противостоять. Я думаю, это вполне возможно. На нашей стороне опыт, так сказать. Ну, плюс по росту мы, в принципе, повыше. Ну, а все остальное покажет игра. Ладно, все. Спасибо. Привет. Сегодня ФСК проиграли. В чем была причина? Ну, я думаю, что причина была в том, что сегодня у нас просто комбинации мы делали, но зажимались в очень маленьком пространстве. У нас просто не получалось. Да, мы играли широко, зажимались. Когда проходили комбинации, все время мы были как-то зажаты в одном месте. А поскольку не получалось проходить, игроки просто уже стали бояться пальцучи бросать. Вы очень много не попадали сегодня. В чем была причина? Защита? Защита Бэтбойс? Не, я считаю, что, наверное, больше просто. Может, какая-то расслабленность. Может, просто, не знаю, не доспали люди. Пришли на игру и не получилось. Как ты свое выступление оцениваешь? На двоечку, наверное, из пяти. Что надо дорабатывать? В чем надо дорабатывать твоей команде? Тебе, может быть, индивидуально, расскажи. Ну, в защите, вот, как команда, сыграли неплохо. Но именно в нападении надо, чтобы как-то больше движения, чтобы игроки не боялись бросать, проходить и искали друг друга, может, чуть-чуть больше. Ну, хорошо. В любом случае, удачи желаю тебе, команде. Вань, приветствую тебя. Поздравляю с победой. Расскажи мне, я вот тебе такую историю маленькую, красненькую сначала начну. Бэтбойс не очень везло в начале сезона. Потом более-менее как-то все начало получаться. А сейчас, даже, можно сказать, неплохо констатировать такой факт. Расскажи, как так вот вообще получилось? Провели последний месяц очень качественно на тренировках просто. Почувствовали ритм в нападении и убрали какие-то вопросы по защите, которые у нас были. То есть, ну, наконец-то появились, ну, на тренировках, так, более осмысленные тренировки у нас начались, вот. Это сразу же дало результат. Ну, в общем, не столько там на результативность это повлияло, но тактически мы сегодня сыграли очень хорошо. Ребята вообще все молодцы. То есть, вообще, нарекания есть, но это такие локальные. В целом, сегодня выглядели командой, можно так сказать, вот. Это очень было, ну, приятно было играть. Ну, и соперники молодцы. Все-таки на победителя мы всегда настраиваемся, потому что это, наравне с Серебрянкой, это наш основной раздражитель вот в этой лиге, вот. Типа эль-классик какой-то, дерби? Типа дерби? Да, типа да, да, да. То есть, это такие. Мы всегда настраиваемся на то, чтобы их, ну, поиграть с ними максимально плотно и как бы постараться их обыграть. А что там за история про Акишева? Тебе говорили обязательно про него упомянуть. Женя – это человек история вообще, в принципе, поэтому это шутка. Ничего интересного. Нет, все нормально. Женя сегодня наконец-то восстановился, можно сказать, после травмы, набрал игровой ритм. Ну, все, все молодцы, он в том числе, поэтому, ну, как бы спасибо. А Федора Роденко сегодня не было? Да, у него выезд в Гродно, поэтому мы сегодня вот так вот, поэтому, да, да, на чемпионате Белоруссии, он, поэтому мы сегодня как-то вот без тренера вторую игру выиграем. Это звоночек уже. Как тебе высший дивизион в этом году? Нравится? Да, вообще мне всегда нравится высший дивизион. Все ребята уже так, знаете ли, со всеми так настолько познакомились, уже так как-то со всеми командами какие-то уже такие больше, чем просто встречи. То есть с кем-то непримиримые соперники, с кем-то непримиримые друзья. Поэтому, ну, очень интересно играть. Каждая игра максимально, максимально собранная проходит, максимальная самоотдача стопроцентная всегда. Ну, а получается насчет результата, ну, по-разному, можно так сказать. Ну, и последний вопрос. Глеб Голковский и Егор быстро набрали сегодня половину или чуть больше половины, наверное, команды, нет, половину командных очков, почти половину командных очков, 32 у них, по-моему, на двоих. Егор быстро, это понятно, он всегда набирал очки, а Глеб Голковский как-то подсобрался? Да, нет, тут получается, что сработали заготовки, которые мы отрабатывали на тренировках, практически все, что Глеб сделал, ну, может быть, очков шесть он набрал индивидуально, но все остальное, это все были докомандные взаимодействия, которые мы отрабатывали. Поэтому ничего удивительного, тут все очень даже показательно. Ну, все, спасибо, удачи тебе, команда. Большое спасибо. Дань, привет, поздравляю с победой, тяжелой, я считаю, на самом деле, судя по четвертой четверти. У вас вроде все получалось, первые три четверти вы все-таки сделали отрыв, 10 очков, и потом в четвертой четверти где-то 4 минуты вообще не попадали. Что за спад был, чем обусловлен он? Ну, игра вообще делится всегда на отрезки, ну, есть спады, есть подъемы в игре, это все недостаток концентрации, ты не можешь все 40 минут сохранять предельную концентрацию. В четвертой четверти они стали зону, и мы пару владений плохо двигали мяч, и неверные выбирали атаки, в том числе и я. Вот, это и послужило, ну, наша плохая атака послужила то, что они отыграли в защите, и Батвинков попал пару трешек, и им удалось вернуться в игру. Вот, мы взяли тайм-аут, разобрали зону, они еще нам попали, мы еще раз взяли тайм-аут и сбили ритм. И против зоны потом хорошо подвигали мяч, Конопадский с линии штрафных попал, этого Батвинкова на четвертый фолл насадил. Игорек, рыжий, попал в важные трехи. В отрыв убежали и сделали игру. Очень хороший матч, принципиальный соперник. Спасибо Могилеву с точки зрения турнирной таблицы принципиальный матч. Мы на восьмом, они, по-моему, на пятом, нас там разделяет одна победа. Поэтому мы понимали, что это игра за плей-офф, поэтому отдавали всего себя, и результат пришел. Перетерпели, очень не хватало Олега Бабкевича. Вот, но мы приложили максимум, и мяч нам это все вернул. Где Олег? А? Олег заболел, заболел. Да, он написал, что ему плохо, он заболел, пожелал всем удачи, морально был с нами. Не хватало его левой руки, все нормально. А мне интересно, что за фолл у Канпанского последний был пятый, за флоп или что это? Ну да, да, ему свистнули флоп. Ну, я не буду осуждать там, кто прав, кто виноват. Ну, флоп и флоп, окей. Ну, игровой момент, решение судей. Сегодня так, завтра по-другому. Я в начале сезона с тобой разговаривала, и ты говорил, что достаточно тяжелый дивизион. И вот тогда выиграли, и я, собственно, пожелала успехов и сказала, что, наверное, у вас крутой сезон получится. Ну, у вас было там немножко пару поражений, да? В итоге вы боролись за зону плей-офф. И как ты сейчас, может, оценишь выступление команды? Вот больше половины сезона же уже прошло. Ну, как, не самый удачный сезон для нас. Очень много обстоятельств разных служат этому. Все взрослые люди. У всех семьи, дети, работа. И складывается так, что не все могут присутствовать. Там где-то неоптимальный состав, где-то кто-то заболел и так далее. То есть, ну, не идеальные условия от этого и получаются, от игры к игре. То есть, одни люди играют, другие. Если бы был всегда оптимальный состав, мы были бы выше. А так, в одну игру я был заболевший с температурой, в другую – Конопадский. В третью, допустим, там не было Стаса и так далее. То есть, это все следствие того, что у нас неполный состав. И поэтому, ну, от игры к игре, да, мы проиграли матчи принципиальным соперникам. Но все в наших руках. То есть, сейчас у нас идут все матчи как на вылет. Мы предыдущие играли... Блин, с кем играли? Я уже забыл. В СБГУ. Ну, то есть, принципиально. Этот матч мы играли с Могилевым. Следующий у нас, по-моему, Бэтбойс и ФСК. Нам нужно выигрывать эти игры, и мы будем в плей-оффе. Привет организаторам, что плей-офф – одна игра. Я этого, если честно, вообще не понимаю, почему это так. Смысл играть весь сезон, чтобы потом в олимпийскую систему вылететь или пройти дальше, все свести к одной игре. Поскольку много разных обстоятельств. Ну, хочется, чтобы серии были дольше. Для этого и играют сезон. Чтобы потом жаркий был плей-офф, чтобы было несколько игр, чтобы можно было делать выводы, перестраивать игру, играть с соперником один матч, второй матч. В этом и заключается интерес. А когда ты просто сейчас отыграл сезон, и потом одна игра, и точно так же у тебя может кого-то не быть в составе, и это будет не так зрелищно. Это не будет такого интереса. Поэтому я подозреваю, что если появится хорошая альтернатива, то банально команды уйдут, потому что это не дело. Я считаю, что кто платит, тот и должен заказывать музыку. Был вопрос, мы должны были играть хороший плей-офф. Мне очень жаль, что это все так складывается, потому что у нас много людей, кто любит баскетбол, и мы сюда приходим, чтобы получать удовольствие и играть. А нас его лишают за наши же деньги. Я этого, честно, не понимаю. Я ни в коем случае не упрекаю. Я очень много лет отыграл в этой лиге. Мне очень нравится баскетбол. Но я хотел бы, чтобы мы все-таки получали удовольствие, и больше было соперничества, больше игр. Не важно, мы готовы платить на 100 рублей больше. Без проблем. Как-то так. Всем привет. И последний вопрос. Ты прям задал его мотив. Потому что я задала его. АБЛ появилась лига. Ты в курсе, да, про него. Вы не играете в Алабамы? Нет, мы не играем там. Но я видел, да, спрашивал ребят. Хороший зал там. Может, немного не хватает в организации, но там чистое время, все довольны. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Ну просто банально, у нас очень много людей любят баскетбол и дух соперничества. Он всегда был и есть, и будет. Всем нравится играть, конкурировать друг с другом. Поэтому баскетбол – это класс. Всем советую попробовать. Ладно, спасибо. Удачи тебе. Игорь, приветствую тебя. Сегодня вы проиграли, к сожалению. Расскажи, почему так получилось. И про саму игру. Потому что она была довольно-таки интересная. Ну, проиграли. Понятно почему. Нам не хватило буквально наших двух практически основных игроков основной пятерки. Одиссей у нас, я так понимаю, поехал на турнир ветеранов в Литву вместе с нашим тренером с Новицким. Ну, Рома не доехал почему-то. Оно бывает иногда. К сожалению. Рома доезжает. Мы без тебя можем проиграть еще. А по игре почему-нибудь? Ну, по игре… Да, согласен. Очень хорошая игра получилась. Немножко упустили мы инициативу в первой половине. И когда у нас уже после первой половины висел двадцатник, мы собрались с ребятами и решили, что в принципе нам уже терять нечего. И надо просто начинать играть так, как мы умеем. Что нам, в принципе, удалось. И мы смогли навязать софт-клубу свою игру где-то местами. Они где-то понервничать. Они где-то начали нервничать и стали совершать ошибки. Даня, привет. Вы сегодня победили. Если честно, для меня немножко неожиданно. Я думала, что будет сложновато, более сложно вам сегодня играть. Мне казалось, что Иглс, конечно, дадут больше боя. Вы сегодня без тренера. Это еще более усложнило вам задачу сегодня. Но как вы справились? В чем успех? Я на самом деле… Ну, хоть мы и выиграли. Я не считаю, что мы справились. Во-первых, в атаке все так же неразбериха. Летим в отрыве, но голова вниз, никто никуда не смотрит. Чаще всего игроки просто летят на фола. Судьи фол не дают, а там кто-то на трюхе стоит открытый. Ну, типа Яя. Или кто-то еще. Да, скидку не делают. Могли бы еще больше из-за этого забить. А так, в принципе, не давали защитнику… Ой, защитнику. Противнику не давали бегать в отрывы. А это у них, по-моему, было самое спасное такое оружие для нас. Плюс в начале рывок сделали хорошее, что дало уверенность. Вот и все. И это ключ к победе? Скорее всего, да. Скажи, вот в концовочке вы сделали по итогу плюс 10. Вот у вас было так вот железно плюс 10. И вы не давали приблизить… Ну, как, отыгрывались Eagles, но вы потом все равно делали плюс 10. Вот и в итоге еще более плюс 13 у вас было. Главное было в концовке, вот за последние три минуты вот это все организовать в защите, чтобы Eagles не смогли отыграться. На нападение вам было как бы… Это второстепенно? Да. Мы в защите, в первую очередь… На камеру не могу нормально говорить даже. Что вы страшно играли? В защите в первую очередь играли, а уже атаку строили от защиты. Вот и все. Поэтому чаще… Ну, поэтому Eagles не отыгрались. Хотя я ожидал, что под конец они возьмутся. И поэтому, когда меня заменили за минуту, я как-то волновался. То, что все-таки мало ли что. Но потом уже все было нормально. Слушай, назови мне три момента, в которые вам надо добавить, чтобы стать еще лучше, как команде. Во-первых, в атаке более целесообразно. Двигать мяч, смотреть на открытых, смотреть на периметр, а не скорее в краску. Во-вторых, смотреть все быстрые отрывы. И в-третьих, сдержать темп. Потому что, опять же, даже из-за темпа мы сегодня выиграли. Ну ладно, спасибо. Удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!